Вместо дома-музея Яна Райниса – волшебная страна. Та самая, в которую попала Алиса. Главная героиня книги Льюиса Кэрролла, кстати, тоже тут. Путешествует вместе с юными посетителями музея. Их приключения очень напоминают известную сказку. Загадки, волшебство и персонажи – все как будто сошло со страниц книги. Опаздываю. Я совсем опаздываю. Казнит она меня, точно казнит. Ой, еще куда-то эти запропастились. Правда, дошкольники в силу возраста с печатным вариантом Алисы в «Стране чудес» пока не знакомы. Так что кролик, потерявший перчатки, и улыбка чеширского кота им в новинку. Потому и задания кажутся очень необычными. К примеру, спеть колыбельную поросенку или посадить красные розы для королевы. Кульминация путешествия по залам музея – безумное чаепитие. Отгадайте мои загадки. Ну, смотрите, в чаще голову задрав, воет с голоду. Кто? Жираф разве с голоду-то воет? Он еще голод. Гадав загадки, ребята получили возможность примерить шляпы, а завершились приключения веселым танцем. Впрочем, как оказалось, все чудеса – это лишь сон. Мы первый раз в музей пришли, нас пригласили, нам очень понравилось. И даже не ожидали, что будет так интересно. Потому что музей все-таки серьезный, а детишки у нас маленькие. Я думала, что будет что-то другое немножко. Мы очень рады, нам очень понравилось и детям понравилось самое главное. Роли героев сказок примерять на себя сотрудники музея уже привыкли. Театрализованные экскурсии здесь проходят постоянно. И каждый раз артистам есть чем удивить посетителей с самого разного возраста. Дети – это такая аудитория податливая. Им интересно всегда и все, особенно различные конкурсы. Но интересно увидеть людей, необычных в гриме. Я взяла просто за основу эту книгу «Лиса стране чудес». И под нее уже подбирала конкретно игры. То есть, да, алиса попадает в разные ситуации, где нужно съесть пирожок, выпить воды. И точно так же сделали мы. «Съешь меня» – это надо было разобрать конфеты по цветам. Потом «Выпей меня» нужно было определить, где какая вода. Сладкая, соленая или просто пресная. Собрать пазлы и замечательную улыбку чеширского кота. Как роль шляпника? Очень интересно, особенно наносить грим. И интересно, и в то же время очень сложно. Следующую серию постановок здесь сыграют в новогодние каникулы. В планах сотрудников музея поставить спектакль по мотивам сказки Андерсона «Снежная королева». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!